Сочинцы хорошо знают апрель. Это время армейской песни. С удовольствием приходит в Зимний театр, который стал традиционной площадкой проведения конкурса за веру, за отчизну, за любовь. Интереснее артисту выступать, когда в зале есть зрители. Он чувствует, что он не просто работает для жюри, а он работает для людей. Главное для чего создан артист? Для того, чтобы зрителям нести радость, позитивное настроение. Поэтому, конечно, чем больше зрителей, тем больше отдача у артиста. Поэтому я приглашаю всех. В этом году примет участие много коллективов Министерства обороны Российской Федерации. Вновь представлен Северокавказский округ внутренних войск МВД России. Два оркестра и пять ансамблей. Кстати, эти участники приезжают в Сочи на фестиваль в десятый раз. В этом году все песни посвящены 70-летию Великой Победы. Много молодых участников, много интересных новых работ. И танцевальных будет, и песенных. Я думаю, что всем участникам будет интересно, во-первых, соревноваться. Ну и самое главное, подарить вот эти песни нашим ветеранам. Сегодня организаторы фестиваля рассказали на пресс-конференции об основных моментах патриотического фестиваля. Он пройдет с 8 по 11 апреля. Прослушивание коллектива будет проводиться 9 апреля с 12 часов дня, 10 апреля с 14 часов, 11 апреля в полдень. И в этот же день состоится закрытие фестиваля. А 12 апреля в 15 часов на площади у Южного Мола состоится галоконцерт лауреатов и дипломантов предыдущих фестивалей и показательные выступления духовых оркестров. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ